Как вернуть мужа в семью? Она там всем его друзьям, подружкам, родителям рассказывает, как наладится ее жизнь. То есть доказать, показать и прямо в глаза ему вот картинки показать, как мне классно без тебя. И пускай это наигранно, пускай это не по-настоящему. То есть его задавила женщина вниманием, заботой, вот этой всем как бы желанием, может быть, услужить ему, желанием ему там заслужить его любовь. Почему распадаются семьи? Как эффективнее мыслить для того, чтобы вернуть мужа в семью или же в отношения? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И я понимаю, что когда слышится такая тема, некоторые зрительницы, участницы, ученицы могут сказать, в смысле, Ярослав, а зачем кого-то возвращать? Или нормальный здоровый человек не пытается кого-то вернуть? И я в какой-то степени согласен, и мы сегодня также этот подпункт рассмотрим. Но есть девушки и женщины, которые находятся на определенном этапе развития, для которым важно более обширно услышать эту тему и ответ на этот вопрос. И, собственно, это и есть целью этого видео. И прежде чем мы перейдем к сути, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Давайте поэтапно. Почему распадаются семьи? Первая причина, и я считаю, что она чаще, это когда мужчина становится инициатором разрыва. Реже становится инициатором разрыва женщина. И да, она может это сделать, знаете, вспыльчиво, то есть на нее нахлынули эмоции, и она резко собрала вещи и уехала, или написала какое-то сообщение, что все, мы расходимся. То есть реже становится женщина. И еще реже это происходит обоюдно, когда люди поняли, что, ну, как бы отношения себя исчерпали, чувств больше нет, интересы как-то разошлись, ценности поменялись, цели поменялись. И обоюдные люди понимают, что им друг другу не по пути. И это происходит еще реже, если говорить про статистику, я думаю, что вы с ней согласны. Давайте разберем самую частую причину, это когда мужчина становится инициатором разрыва. Здесь тоже есть разные случаи, более популярные, более частые и менее частые. Более частый случай, это когда это происходит из-за другой женщины. Либо любовницы, либо он, знаете, просто влюбился случайным образом, очаровался какой-то женщиной и все, понял, что вот я влюбился, все, надо из семьи уходить. Чаще это происходит, когда это есть какая-то уже любовница, долго на стороне, и либо он в открытую это говорил своей жене и не скрывал этого, либо вообще все скрывал, и это, знаете, как новость сверху обрушилась для жены неприятная. И менее частая причина, это когда мужчина из отношений уходит в никуда. То есть у него нет ни женщины, ни любовницы, у него, может быть, даже там в телефонной книжке нет вообще женщин каких-то там, которые ему нравятся или с которыми есть взаимный интерес. Он просто уходит не куда-то, а откуда-то. То есть он уходит не к любовнице, не к другой женщине, а из отношений, в которых что-то не так. Дальше, почему мужчина уходит к любовнице? И понятно, можно сказать, это из-за любовницы, это из-за появления третьего человека, это из-за этого наши отношения разрушились, или наши отношения стали хуже, или из-за этого мой мужчина потерял ко мне интерес, или потерял какое-то классное отношение ко мне. Я же считаю, что любовница это все-таки следствие, это не причина, это следствие. Мы сейчас описываем любовниц, да, бывают и женщины изменяют, бывают и женщины заводят любовников. Почему так происходит? Когда мужчина перестает удовлетворять потребности женщины, например, потребность во внимании, проявлять внимание, проявлять заботу, проявлять к ней тепло, или проявлять ее там какую-то силу мужскую в виде финансового обеспечения, то есть она не чувствует себя защищенной. Она, часть женщин, ищет это на стороне, да, что-то, какую-то потребность. Вот так же и с мужчиной происходит. Если появилась любовница в отношениях, это значит, что мужчина перестал что-то получать от своей женщины, что получал ранее. И вы можете задать вопрос сами себе, а что же такое мой мужчина получает или получал от другой женщины, что перестала давать ему я? А что же он такого чувствовал рядом с ней? Или каким он себя чувствовал во взаимодействии с этой женщиной? Каким он перестал себя чувствовать со мной? Но с вероятностью 99,9% он это когда-то чувствовал и с тобой, все было то же самое, но по какой-то причине поток этого взаимообмена, он по какой-то причине прекратился. И услышите меня, я не пытаюсь обвинить жену во всех бедах, или вообще кого-то обвинить. И вообще, если вы посмотрите мои видео, вы ни разу не услышите слово «женщина виновата» либо «мужчина виноват». Вы не услышите такого. И поэтому цель этого видео, я напомню, объяснить, что как почему происходит, а что уже и что делать, да, и что не делать. Поэтому продолжайте смотреть это видео до конца. Что же это может быть такое, что же хочет получать мужчина, и что он часто перестает получать? Ну, вначале он чувствует себя каким в отношениях? Классным героем. Женщина на него смотрит, ей все нравится в нем. Он и красивый, и смешно шутит, и все классно. Он на нее смотрит, она улыбается, довольна, счастлива. Все круто. А потом это перестает проходить. То есть, если описывать теоретическими терминами, то есть, вначале он чувствует себя нужным, он чувствует себя сильным, он чувствует себя особенным. Он получает какую-то, знаете, его эмоциональную обратную связь от женщины. Он, может быть, даже признание какое-то получает. Глобально, можно сказать, он чувствует себя ценным. И со временем он это перестает получать. И я не клоню к тому, что вы должны стать мужчине-мамой. Не нужно путать. Это не про отношения мама-сын, да, которая сю-сю-пусю, которая там окутывает гиперзаботой мужчину. Это, кстати, одна из причин, почему тоже мужчина уходит, но это в другом пункте будет. Это не про любовницу. Следующий пункт, который я упомянул, это уход в никуда. Почему же мужчина может уйти в никуда? Здесь, по моим наблюдениям и моему мнению, зачастую потому, что женщина задавила своим вниманием, заботой, контролем. То есть, ее стало слишком много в отношениях. И особенно частый случай, когда мужчина уходит в никуда, это особенно на первых этапах отношений. То есть, если вы от мужчины слышите, нам, мне нужен перерыв, мне, давай отдельно какое-то время, давай как-то... То есть, у него какая-то... То есть, он, скорее всего, не чувствовал себя в хорошем смысле этого слова свободным. То есть, его задавила женщина вниманием, заботой, вот этой всем, как бы, желанием, может быть, услужить ему, желанием ему, там, заслужить его любовь, или вот слишком большим количеством внимания. И когда мужчина это чувствует, он хочет, ну, как бы, знаете... Вот то, что я только что описал, это нужно ребенку до трех лет. И мальчику, и девочке. Вот просто окутыванием любви, окутыванием внимания, да, каждую секунду. Это потребность ребенка. Взрослый мужчина, он хочет чувствовать себя равной, ну, как бы, равными, ни вот так, ни одним целым. То есть, некоторые женщины думают, что отношения, любовь, это вот слиться, раствориться друг в друге. В моем понимании, здоровая любовь и отношения, как два человека рядом. И они самодостаточны и отдельно, и вместе им хорошо, и отдельно, когда они не вместе, им тоже хорошо. Когда вот так, мужчина, ой-ой, нам нужна пауза, мне нужно отдохнуть. И понятно, что если потом женщина не знает, как... То есть, она не исправляет свои ошибки, она не работает над собой, она не разбирается, а что же мною движет, что я мужчину задавливаю любовью, заботой, вниманием, что мною движет. А там часто движет, знаете, что страх остаться одной, или чувство недостойности, я не чувствую себя достойной, поэтому я буду тут слишком, очень сильно стараться, да, чтобы меня тут не бросили, не оставили одну. Если она это не фиксит, если она это не трансформирует, чтобы стать нормальной, здоровой личностью, то, конечно же, шансы на то, что он вернется после этой паузы, они минимальны. Или даже если он вернется, то что дальше будет? Это уже отдельный вопрос, сегодня мы тоже в этом видео его обсудим. Дальше. Не менее важная тема. А что же движет женщиной, вдумайтесь, которая хочет вернуть мужчину? Вы удивитесь, но я же получаю постоянно ваши сообщения на почту, я получаю, вы постоянно пишите в инстаграм, вы пишите комментарии под видео, и немало женщин, которые, она говорит, Ярослав, я его бросила, а тут уже поняла, что хочу ее вернуть. Или мы расстались, он от меня вытирал ноги. Прошло время, и знаете, вот он мне написал снова, я думаю, а есть смысл возвращаться? Нужно ли или не нужно? И таких вопросов очень много, и поэтому я сейчас хочу раскрыть их тоже в этом подпункте. Я считаю, что люди, которые думают над прошлым, по сути, что происходит? Внимание человека где? Явно не в настоящем и явно не в будущем. То есть получается, внимание человека где-то он там смотрит куда-то назад. А что заставляет человека смотреть назад? Как я считаю, если я не верю в себя, если я недоволен настоящим, если я смотрю вперед, и меня не радуют перспективы моего будущего, если я смотрю вперед, и меня не радует, что меня там ждет, или я не верю, я понимаю, что ничего хорошего, по-честному меня не ждет, тогда что мне остается? Смотреть назад. И даже если сзади там тоже был полный мрак, что делает женщина? Она из этого мрака вычленяет позитивные нотки. И думает о позитивных нотках. Конечно, она начинает мужчину оправдывать за все его, даже если он там бил, пил, не обеспечивал, изменял, она начинает его оправдывать и вычленять только в этом хорошее. Конечно же, она слышит его текст красивый, да, что я осознал, я теперь изменился, я все понял, и теперь я там буду, мы будем строить с тобой счастливое. Это усиливается его какими-то красивыми обещаниями. И поэтому задай себе вопрос, задайте себе вопрос, что мною движет. Правильно ли я понимаю, что я счастлива, красива, я попахал над собой, теперь я довольна собой, довольна этой жизнью. Я считаю себя достойной женщиной, классной, я считаю себя достойной классных мужчин и классных отношений. И именно поэтому я смотрю в прошлое, которое было нифига не счастливо, и поэтому я хочу его вернуть. И я согласен, есть небольшой процент женщин, которые понимают, блин, мужчина был классный. Нет, он меня не бил, не пил, не... Я просто не ценила его, я просто была там, скажем так, в тьме, да, и сейчас я прокачался, я понимаю, что мужчина был классный. И это Ярославную движет. Тут я еще согласен, это более адекватно. Такое может быть, но поверьте моему опыту и моей деятельности, которой уже много лет, поверьте, это меньшинство. Большинство женщин думают над тем, как вернуться туда, где ничего хорошего не было. И ими на самом деле движет. Не то, что я озвучил перед этим, а неуверенность, страх и неверие в себя и в будущее. И, конечно же, надежда, что вот сейчас с энной попытки все будет по-другому. И есть еще женщины, удивительно, но которые хотят вернуть мужа, которого они вообще даже не любят. И ими просто движет страх одиночества, страх остаться одной. Я никому не нужна, и поэтому я буду лишь бы с кем-то, с чем-то рядом. Да, это не про счастье, да, это не про удовлетворенность, но это чуть-чуть лучше, чем быть одной. И это ключевой вопрос, что мною движет. И поймите, пожалуйста, что если вами движут минусовые эмоции, это не про счастье, это не туда. И, скорее всего, если вы даже вернете этого мужчину, я буду объяснять, что же делать для этого позже, да, даже если вы вернете, что дальше? Что дальше? На что вы рассчитываете? Я противник целей, как найти мужчину, как вернуть мужчину. Вот знаете, в таком ее трусит, она ищет мужчину, или она хочет вернуть. Я же все-таки сторонник, и это и есть моя миссия. Сначала вылечиться самому, стать здоровой личностью психологически, свой знак чувства минус по отношению к жизни, к себе и к мужчинам, исправить на плюс, но не силой мысли. Это не получится сделать силой мысли, а путем работы над собой. Для этого у меня есть платные программы, бесплатные программы. Для этого много выходит контента, да, и тот же самый YouTube сейчас видео. Вы поймите, это видео не изменит вашу жизнь. Да, но цель этого видео дать вам какое-то понимание. Но никакое видео на YouTube не изменит вашу жизнь, потому что изменение жизни – это действие. Но если вы делаете одни и те же действия, они будут приводить к тем же результатам. Чтобы делать другие действия, нужно изменить свое содержание, изменить свои чувства, изменить свое состояние, понимаете? И проделывать другую, другой путь в своей жизни. Но это очень сложно сделать самостоятельно. Именно поэтому круто, что, знаете, у наших родителей не было такого, у наших родителей, бабушек. И круто, что мы живем в такое время, когда есть много классного обучения, если для меня что-то важно, еще обучение на эту тему. Ну ладно, это все лирика. Отвлекся немножко. Вы досмотрели это видео до этого момента. И вы понимаете, не, не, Ярослав, может быть, я поняла все, да, я все понимаю, но я хочу точно вернуть мужчину. Неважно, плохой это мужчина, хороший мужчина. Вот давай, тема же видео «Как вернуть мужа», «Как вернуть мужчину», давай рассказывай, как его вернуть. «Что ты тут рассказываешь какие-то, что-то другое». Для начала мы пройдемся по ошибкам, что точно не стоит делать в попытке вернуть мужа. И те ошибки, которые я часто вижу, которые совершают женщины в жизни. Ну, часто, да, такое. Она показывает, первое, она показывает, как она классно живет. Она показывает, какая она счастливая. Это называется показушничество, да. Она показывает, как она куда-то идет, куда-то едет. Она там всем его друзьям, подружкам, родителям рассказывает, как наладится ее жизнь. То есть она, как вы знаете, у нее такое внутреннее желание доказать, показать, и прямо в глаза ему вот картинки показать, как мне классно без себя. Понимаете, вот прям ей важно не просто, чтобы ей было классно, а важно, чтобы он узнал, как ей классно. И пускай это наиграно, пускай это не по-настоящему. И многие женщины убеждены, что это мужчину как бы заставляет, типа, подумать, «Ой, ну что же я потерял, она такая классная, она такая счастливая». Я согласен, это работает, когда это искренне и по-настоящему происходит. Но когда это происходит с позиции «Я ему сейчас докажу, как мне классно без него», пожалуйста, не играйте в манипуляции, потому что манипуляции в ответ притягивают такие же. Ну, тоже притягивают манипуляции, но вы не будете понимать, мной манипулируют или это по-настоящему. Следующий тип женщин, это которая, ну, знаете, она рыдает, ноет, как все плохо, она такая страдалец, знаете, на ней лица нет, и она чуть ли там не угрожает, покочет жить самоубийством. И она прям показывает, вот посмотри, до чего ты меня довел. Я набрала там лишний вес, или я наоборот похудела, я начала курить, я забила, там уже не хожу, там даже спортом занимаюсь, как мне тяжело. И то есть ее, как бы, мотив вызвать жалость. И она вызывает жалость у родственников, чтобы ее все пожалели, чтобы подружки ее начали жалеть. Подружка начинает жалеть, потом начинает писать ее бывшему, какой он козел и мудак, как он испортил ей жизнь. И чтобы он ей, знаете, жалился над ней и подал кровь. Вот знаете, я вспоминаю мою собаку в детстве. Мы кушали за столом на кухне, там было ее место. И она прям, вот знаете, такое дело жалило слово лицо, морду точнее, да, что, ну, нельзя было ее не покормить со стола, да. И я ее, ну, постоянно подкармливал из жалости. И вот есть такие женщины, которые пытаются вызывать жалость. Конечно, им в первую очередь жалко самих себя. И я считаю, что это неправильно, и такое категорически делать нельзя. Следующее, чего нельзя делать, упрекать мужчину. То есть, это из-за тебя, и поэтому давай мы там, может быть, сойдемся. Или, знаете, в разговоре или в какой-то коммуникации с мужчиной пытаться упомянуть его какие-то ошибки, его какое-то неправильное поведение, указать на его какие-то оплошности. Потому что это будет вызывать в нем негативную реакцию и никак хорошо работать не будет. Ну, то есть, это не туда, не по отношению к вашей цели вернуть мужчину. И также, я считаю, женская ошибка, это, знаете, говорить мы. Давай поговорим о нас. Давай поговорим о нас. Опять же, вот это сливание. Забудьте про мы. Есть он, есть вы. И если вы хотите поговорить про ваши отношения, говори про себя. Говорите про себя. И говорите про, может быть, какие-то эмоции по отношению к этому мужчине. Но, послушайте, когда вы говорите мы, давай поговорим. Это мужчин, ну, вот, я не знаю, это раздражает. Потому что ему, ну, у него, знаете, какой вопрос? А зачем ты говоришь о нас? Ты же говоришь, говори за себя. Ну, если ты хочешь поговорить про отношения, поговори про себя. Что? Про свои ошибки, например. Про какой-то свои выводы. Зачем за нас говорить, за нас принимать какие-то решения и делать какие-то за нас умозаключения? Ты говоришь мы и делаешь какое-то умозаключение, с которым он не согласен, опять же это вызывает в мужчине агрессию и отдаление. Ну и агрессия может быть либо внешняя, либо внутренняя закрытая, которую показывать не будет. И следующее, пожалуйста, не манипулируйте детьми. Пожалуйста, поймите, что ваши отношения с мужчиной, это только ваши отношения. Ни дети, ни родители, ни подруги, ни еще кто-то, вообще ни при чем. Даже если вы уже там знакомы, я не знаю, там как-то с родителями между собой знакомы, и какие-то родители из-за этого расстроены, они не имеют отношения к вашим отношениям. Это левые люди, ваши отношения только между вами двумя. И ребенок не должен из-за этого тоже быть жертвой. И некоторые мамы пытаются там ребенка настраивать против отца, рассказывать какой он плохой. Или там условно, если ты не вернешься, мы не сойдемся, ты никогда не увидишь ребенка, пожалуйста, не делайте, не вовлекайте детей в эти отношения. Ваш конфликт, не делайте ребенка разменной монетой для того, чтобы вы как-то там наладили отношения. Дальше. Какие же правильные шаги, правильнее шаги нужно делать? А самое главное, как эффективнее мыслить для того, чтобы вернуть мужа в семью или же в отношения? Первое. Задай себе вопрос. Правильный вопрос должен звучать так и по отношению к себе. Какой женщиной мне нужно стать? Какой женщиной мне нужно стать? В первую очередь для себя самой, чтобы мужчина муж с удовольствием, ни из-под палки, ни из жалости, ни из чувства долга, не потому, что ему там где-то стало плохо, и поэтому он решил к тебе вернуться, а как сделать так, чтобы какой надо быть, стать, да? Чтобы он с удовольствием хотел к такой женщине вернуться из собственной инициативы, желания и с радостью. И да, здесь большая работа над собой. И это не нужно путать, что нужно изображать из себя счастливую, довольную. Наверное, мне нужно записаться на курсы английского в тренажерный зал, сделать каре, покрасить волосы, да, больше с подружками общаться, отвлечься. Это не про это. То есть есть, да, стратегия просто отвлечься, вот это все про отвлечься, а есть про работу над собой. Для этого еще раз у меня есть бесплатное, платное обучение. Под этим видео есть ссылка, прямо сейчас регистрируйтесь. И здесь, скорее всего, вы уже столкнетесь, что есть проблемы в взаимоотношениях с родителями, то есть есть, скорее всего, негативные у вас чувства, либо к собственной маме, либо к собственному биологическому отцу, либо к теми, к другим, либо между ними. Это то, что влияет на вас. Тут также вы, скорее всего, поймете, что ваше состояние точно особо, может быть, и не было, что вы были довольны, классной женщиной, которая в первую очередь довольна собой. Вы никогда не сможете быть довольны мужчинами, если вы не довольны собой. И не пытайтесь даже быть довольными мужчинами, если вы еще пока не научились быть довольными собой. И чтобы учиться быть довольным собой, это опять же нужно избавиться от блоков, страхов и ограничений. Следующий момент. Не нужно бегать за мужчиной, не нужно попрошайничать, бегать, вернись, умолять, пытаться с ним разговаривать. Вы должны, знаете, вот такая есть фраза, ослабьте вот эту уздечку, да, вот когда на лошади едут, и знаете, вот когда натягиваешь, вот я никогда не ездил, видел в фильмах, то лошадь как бы напрягается. Расслабьте, расслабьте вот это управление, да. Расслабьте. Или вы как, знаете, как на резинку натянули и держите этого мужчину, да, и расслабьте это, вот это вот, какую-то попытку удержать или попытку вернуть. Следующий пункт. Ослабьте важность вернуть мужчину. Ослабьте вот эту важность, жажду, желание или страх божий, а вдруг он не вернется. Ослабьте это. Потому что вы в этом, если вы посмотрели на себя со стороны, как вы выглядите в этом состоянии, это точно не та женщина, к которой хочется вернуться. Дальше. Я не советую коммуницировать с мужчиной в такой ситуации, когда он уже ушел. Типа, давай встретимся, поговорим о наших отношениях, выясним что-то. Я не советую этого делать, потому что, скорее всего, в данной ситуации у мужчины как бы, ну, напряженное отношение к вам. Ему нужно остыть, да, остыть в своих каких-то негативных чувствах, из-за которых он ушел от женщины. Если вы хотите прокоммуницировать с мужчиной, я считаю, что важно донести мужчине, чтобы, понимаете, в большинстве случаев что происходит? Когда женщина начинает говорить с мужчиной, она пытается рассказать про свои ошибки, про его ошибки, она обычно говорит про мы совершили наши ошибки, мы все совершали ошибки, давай попробуем снова. Почему мужчина не хочет, почему этот текст на него не действует? Потому что он понимает, что, скорее всего, все будет точно так же. Вот еще у него какое есть убеждение? Она меня не понимает. У него есть стойкое убеждение. Она меня не понимает. И это есть ключевая причина, почему он не хочет сходиться. И для того, чтобы ослабить эту причину, значит, получается, с ним надо как-то так прокоммуницировать, чтобы он понял. О-о-о, она меня понимает. О-о-о, она меня вот, о-о-о, вот она меня начинает понимать. То есть, и это, понимаете, вот такая реакция. Смотри, если бы я накосячил перед женщиной, и я бы хотел расположить ее к себе, я бы не говорил, слушай, мы вместе совершали ошибки. Даже если она совершала ошибки, я бы так сказал, знаешь, я понял свои ошибки. Я бы говорил про себя. Я бы сказал, знаешь, я понял свои ошибки. Я понял, что вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот здесь я косячил. Вот десять ситуаций, где я косячил. Вот десять ситуаций, где я косячил. И вот смотри, и не просто я был плохой, я был невнимательный, а смотри, я вот здесь был невнимательный, вот в этих ситуациях, когда вот это происходило, и наверное ты чувствовал вот это, да, наверное ты чувствовал вот это, я доставлял тебе вот такое некомфортное чувство, вот два, а вот тут ты наверное чувствовал вот это. И смотри, я хочу сказать, что я это понял, я хочу сказать, чтобы ты услышал, ну, вырази, да, то, что я прошу прощения, я признаю свои ошибки, я понимаю, что я доставлял, и хочу попросить тебя прощения. И я не говорю, жаль, что надо мной вернись ко мне, я хочу попросить прощения, и знаешь, я был бы рад, да, если бы ты там вернулась, или я был бы рад, если бы мы попробовали снова, но я приму твое любое решение. И вот так бы, так сказать, отправил бы это условно месседж, месседж этому, сообщение этому человеку. И дальше бы не давил, не дожимал, не давил. Моя задача за это так, чтобы вот выразить вот, вот то, что я хочу донести человеку, до человека. И дальше, если на данном этапе этот человек открыт, то есть он, он, ну, этот человек будет делать какие-то встречные шаги. Если человек не будет делать пока что встречные шаги, все, я дальше занимаюсь работой, паханием над собой и своей личностью на основании предыдущих ошибок, которые я сделал, из-за которых женщина, то есть женщина делает работу над ошибкой, она понимает ошибки, и не просто ошибки, она думает, так, а что мною двигало? Что же так, что со мной происходит, что я там так себя вела, что какие страхи мною двигали, какие ограничения мною двигали, и как мне от этого избавиться, как мне это проработать и стать классной женщиной? И дальше идет работа, пахание над собой. Худшее, если ты просто сидишь и ждешь. Худшее, если ты начинаешь давить и еще умолять, ну, пожалуйста, ну, что ты? Ну, то есть это точно работает хуже, и даже если в таких случаях мужчина возвращается, то ни к чему хорошему это не приводит. И то, что я хотел также добавить, поймите, пожалуйста, я понимаю, что вы можете сделать все условно не по правилам этого видео, и мужчина вернется, да, или все сделать против правил этого видео, и мужчина вернется. Но мне кажется, в теме, как вернуть мужа, важно, это как и в теме, как выйти замуж. Вот многие женщины, как выйти замуж? Ну, ты вышла замуж, дальше что? Мне кажется, что с этого все только начинается. Только начинается. Ну, для некоторых женщин кажется, что выйти замуж, это какая-то победа по жизни. И это вот прям очень-очень важно. Но я хочу донести, с этого только начинается. И то же самое учти, как вернуть мужа. Когда он вернулся, это не значит, что ура, класс, супер, вернулся или супер, сам вспомнил обо мне, решил вернуться. Когда он вернется, с этого все только начинается. Потому что то, что он вернулся, это просто факт, это просто событие, это не продолжительное какое-то, да, это просто событие вернулся. Вопрос, что будет дальше. И вот что будет дальше, в том и дело, что если ты не поменялась, если он не поменялся, все будет плюс-минус так же. Потому что, простите, пожалуйста, от перестановки слагаемых сумма не меняется. И поэтому есть женщины, которых я назову так, женщина-приют. Это та женщина, которой хоть 25 раз можно приходить, возвращаться, приходить, возвращаться. Он мне говорит, Ярослав, а меня мужчина не держит и не отпускает. Он то приходит, то уходит. Что это значит? Что им движет? Как понять этого мужчину? Я хочу донести, что тебе сейчас не мужчину нужно понять, а разобраться с собой. Потому что ты приют. Что такое приют? Это то место, я могу быть любым. Я могу приходить, возвращаться, приходить, возвращаться. Значит, ты как круглосуточный супермаркет. Ты стоишь, я могу тебе приходить, возвращаться, брать то, что я хочу, уходить, брать, уходить. Все, вот так. Если тебе это выгодно, если тебе нравится быть источником, ну как бы вот таким благотворительницей, у которой можно только брать, 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 то пожалуйста. Но опять же, просто на примере женщины приют. Кто такая женщина приют? Это так, что ей движет, что вот бывший там приходит, уходит, и она в итоге не создает ни с каким там другим мужчиной классные отношения. Это же в первую очередь про нее, это не про мужчин. И, конечно же, она в таком состоянии, в таком мышлении, в таком уровне развития будет притягивать соответствующих мужчин, с которыми вы будете пазлами. Надеюсь, что я не сильно замудренно объяснил. Это видео я мог бы разделить на 5, наверное, штук, на 6 штук, на разные, скажем так, видео. Но я решил попробовать видео более такое полноценное, более раскрытое. И мне важна обратная связь от вас. Насколько вам подходят такие длинные видео? Насколько это было вам полезно, понравилось? Пожалуйста, поделитесь в комментариях. Также хочу напомнить, что бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция» это ответ на вопрос, а что же делать дальше? Ну окей, я поняла, что мне нужно развиваться. Или я там, окей, полезно было, круто. Что дальше? Какой мой путь развития? Или как еще больше понимать мужчин? Тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный, абсолютно бесплатный онлайн-курс, в котором можно участвовать из любой точки мира, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Записывайся и до встречи. Если это видео было полезно, прямо сейчас поставь лайк, подпишись на канал и до встречи в следующих видео. Пока.